31 октября в Бурлинском колледже прошла встреча, проводимая в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. Во встрече, организованной общественным объединением Сунка-Раксай, для студентов Бурлинского колледжа принимали участие заместитель начальника департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области, начальника управления призыва и вневойсковой работы Альберта Бекмуханова, начальника управления призыва и вневойсковой работы отдела по делам обороны Бурлинского района Армана Калиева, председателя филиала Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов-участников боевых действий на таджико-афганской границе Алишера Ашурматова». Мероприятие было проведено в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики Бурлинского района, целью которого является патриотическое воспитание, формирование личности, способной успешно выполнять гражданские задачи в мирное и военное время. «Поднять дух нашей молодежи, военно-патриотическое воспитание и довести до студентов именно о льготах и привилегиях срочной воинской службы и в общем службу в армии именно на контрактной основе. Такие мероприятия для поднятия имиджа вооруженных сил, для поднятия доведения до населения не только именно когда средства массовой информации бывают негативы, то, что случается именно в войсках и воинских частях, а именно какие достижения мы достигаем во время службы, какие именно характеры себя впитывает именно отслужившие срочную воинскую службу». В каких войсках кому можно служить? По состоянию и здоровье? Какими видами отсрочек от воинской службы согласно закону можно воспользоваться? Такие вопросы звучали от студентов, присутствовавших на собрании. Разговор касался преимуществ и важности воинской службы, об ответственности несения службы, долги несения срочной воинской службы. Прибывшие гости призывали молодежь с честью выполнить свой долг перед Родиной и всегда служить своему народу. А также специалисты рассказали об учебных заведениях, где готовят военнослужащих о льготах, впоследствии предоставляемых гражданам-служащим в учреждениях по делам обороны, гарнизонах и т.д. Данное мероприятие проводится уже второй год. По словам организаторов, подобные встречи станут традиционными.